Три колеса, сиденья, велосипедные педали, рычаги приключения передач. Необычное средство передвижения появилось в Твери. Жители города гадают, что это. То ли велосипед, то ли веломобиль. Наши корреспонденты встретились с владельцем «Чудо-машины» и выяснили все детали. Проезжая часть нашего города в привычном понимании наполнена автомобилями, мотоциклами и велосипедами. Раскрасила эту скучную картину непохожие на все эти средства передвижения инженерное чудо. Его владелец Александр говорит, что сейчас велотрайк проходит обкатку. Я его делал для мамы, ей 80 лет. Я хотел, чтобы она ездила по городу, когда не сможет ходить. Александр наткнулся в интернете на интересную конструкцию, изучил ее строение и понял, это то, что нужно. А позднее и сам начал на ней кататься. Оказалось, неизведанный объект называется Лигерадом. Такое название пошло с запада. В России больше распространено говорить «веломобиль» или «лежачий велосипед». В основе трайка стальная рама, велосипедные педали, три колеса, дисковые тормоза, рычаги переключения передач и сидения. Его особенность состоит в том, что можно передвигаться благодаря кручению педалей лежа или полулежа, в отличие от стандартного велосипеда, который предусматривает сидячее положение. Кстати, на Лигерад распространяются правила дорожного движения такие же, как и на велосипеды. Разгоняться такая техника может в зависимости от модели до 50 и даже 100 км в час. Однако Александр предпочитает ездить как по дороге, так и по тротуару. Если на двух колесах ты не можешь очень медленно ехать, то здесь можно в два раза медленнее, чем пешеход ехать. То есть можно просто за людьми ехать по тротуару медленно-медленно. Как отмечает Александр, на его технике можно подобрать скорость, с которой комфортно ездить на разных участках дороги, не мешая при этом быстрым машинам и медлительным пешеходам. Часто герой нашего сюжета, передвигаясь на своем транспорте, замечает направленные в его сторону камеры мобильных телефонов и удивленные взгляды прохожих. Что неудивительно, ведь сам Александр признался нам, что не встречал в твере других владельцев Лигерадов. Но он бы очень обрадовался появлению клуба любителей веломобилей и с удовольствием катался бы с ними по специально разработанным маршрутам. Также владелец необычной техники отмечает пользу для здоровья от передвижения на лежачем велосипеде. По его мнению, такой вид транспорта подойдет людям, страдающим лишним весом или варикозными заболеваниями. Не стоит забывать, что все индивидуально, и, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом перед пользованием таким средством передвижения. При этом освоить этот веломобиль нетрудно. Стоит отметить, что это отличная альтернатива автомобилю. И полезно, и экологично.